Здравствуйте! Сегодня поговорим об устойчивости электросамоката CityCock. Устойчивость этого электросамоката уникальная. Электросамокатом без посторонней помощи легко управляют дети, которые способны достать ногами до земли, сидя на сиденье. 7-летний ребенок на видео не просто уверенно управляет самокатом без посторонней помощи, но и при этом он еще и перевозит 80-килограммового папу. За время теста на моем электроскутере проехало более 100 человек в возрасте от 7 до 78 лет. В зависимости от возраста, комплекции и опыта, все прекрасно справились и получили от тест-драйва большое удовольствие. За все это время не произошло ни одного инцидента. Одна женщина не ездила на велосипеде 50 лет и в свои 65 лет просто села на электрокат и прекрасно на нем поехала. Причем элекат стал для нее едва ли не единственной возможностью вернуться в двухколесный мир, потому что на велосипеде ездить она уже боится. Для езды на велосипеде нужно прилагать усилия для сохранения баланса, особенно это ощутимо на низких скоростях и плохой дороге. Также нужно много физических усилий для того, чтобы непрерывно поддерживать скорость. С элекатом все иначе, он просто в управлении. Разберемся, что же делает его таким уникальным для водителя с любым уровнем подготовки. В первую очередь, простота управления обеспечивается конструкцией самоката. Большая и удобная площадка под ногами позволяет удобно разместиться и прекрасно балансировать на низкой скорости или неровной дороге. Широкие колеса позволяют уверенно двигаться по рыхлому, мягкому песку, высокой траве и другому нестабильному дорожному покрытию. И в очень редких случаях приходится выставлять ногу для сохранения баланса. Центр тяжести в элекате расположен очень низко. Аккумулятор, одна из самых тяжелых его частей, расположен под полом, ниже линии оси колес. Мотор расположен в заднем колесе, таким образом 90% всего веса сконцентрировано на уровне клиренса. На фотографиях вы видите, насколько сбалансированы элекат. Он стоит на своих колесах просто без поставки, не касаясь подножкой асфальта. Вот на этом фото вы видите, он начал падать, но происходило это очень медленно. Если ветра нет, то стоять таким образом он может бесконечно долго. Вот. Если говорить о устойчивости электроката, посмотрите, он стоит без подножки. Абсолютно сам, просто совершенно. Подъезжая к перекрестку, иногда я зависаю на нем, не опуская ноги, на дорогу по 5-10 секунд. Некоторые драйверы перед поездкой переживают, что не справятся с управлением, но я говорю им, чтобы они посмотрели вниз и увидели, что они не в движении, а обе ноги уже стоят на площадке, и при этом они не падают. Элекат прост в управлении и безопасен. Элекат оборудован мощными для своего веса тормозами, а переключая режимы можно ограничить скорость элеката до 20 км в час. На закрытой площадке свой первый опыт управления двухколесной механической техникой может получить подросток. Это вам много раз безопаснее, чем получать подобный опыт на бензиновом мопеде или мотоцикле. Те, кто хочет узнать о электроскутере Ситикока больше, подписывайтесь на канал. Также в описании я оставлю ссылку на магазин, где можно купить электроскутер и ссылку на мой блог, где можно почитать о ресурсном тест-драйве Ситикок. Всем удачи!